Маленькое вступительное слово, конечно, благодарность за приглашение и за то, что приняли мои тезисы и двое тезисов. Я смогла участвовать и в секции «Научный язык». Вот теперь на замечательном вот этом мероприятии, которое называется «Круглый стол» с таким замечательным названием. Это первое. Я действительно благодарна и почитаю за высокую оказанную мне честь. Теперь второе. Михаил Михайлович сказал действительно, что нет диалога. Вот когда нет диалога, тогда действительно мысль человека останавливается, потому что, конечно, с хорошим человеком, то есть самим с собой поговорить иногда хорошо, но плохо, если это надолго затягивается. И я рада, что инициаторы вот этого замечательной, этой конференции «Математика, компьютер образование», что они действительно вот эту идею междисциплинарности, они ее осуществляют. И вот этот вот диалог, ну, я вам, коллеги, скажу, что сколько, меня дочь спросила, чего ты, говорит, мне цитируешь Иваницкого? Ты же, говорит, ничего в этом не понимаешь. И вот я действительно была счастлива, я следила за речью Иваницкого, я столько всего записала, и я не знаю, насколько мы нужны естествоиспытателям, но мне кажется, тем, кто изучает научную речь, естествоиспытатели нужны очень. И вообще было очень много полезной информации. Ну, а теперь я приступаю к своему докладу, конкретно постараюсь уложиться в регламент. Итак, мой доклад называется «Валентность на интерпретацию как условия бытия художественного текста». Ну, я бы вместо «бытия» попроще бы сказала «бытование художественного текста». Итак, я приступаю. Коллеги, перед вами план моего доклада. Я постараюсь раскрыть эти пункты максимально коротко и понятно. Итак, первое. Литература. Вопрос, сформулированный в названии круглого стола, можно расширить до общего теоретического вопроса, зачем нужна литература, и перечислить тривиальные достаточно, на мой взгляд, ответы на него. Например, для удовлетворения духовных потребностей. Во-первых, эстетической. Иосиф Бродский писал, что в антропологическом смысле человек является существом эстетическим прежде, чем этическим. Во-вторых, экзистенциальная потребность, которая связана с обретением смысла жизни, а складывается он из системы транслируемых культурой ценностей. Французские экзистенциалисты Сартр и Камю потребность человека в осмыслении своего существования на Земле считали, цитирую, неотложнейшим из всех стоящих перед человеком вопросов. И в-третьих, когнитивная, конечно, которая обусловлена познавательной установкой сознания и ограниченными возможностями отдельной личности охватить жизнь в ее горизонтальной бесконечности. Как писал Якобсон, цитирую, «Мир ребенка ограничен детской, все прочее мыслится по аналогии. Именно литература расширяет нашу детскую, наше знание о мире, о том, как в нем все устроено и как бывает. Все названные потребности удовлетворяют художественной литературы, разумеется, если эти потребности у субъекта есть». Второе. Зачем и кому нужна литература? В вопросе «Зачем нужна литература?» отсутствует указание на адресат литературы, как на нечто само собой разумеющееся. Между тем, конкретизация вопроса доформулировки, которая представлена в названии круглого стола, «Зачем нужна русская литература?» она предполагает разные адресаты. Можно думать, что русская литература нужна внешнему миру, но как замечательно показал сегодня Михаил Михайлович в своем докладе, она прежде всего и главным образом нужна русскому миру, русской культуре. Далее. Если мы вопрос расширяем до теоретического, то ответом адресат тогда литературы – это читатель. Однако потребность человека в художественной литературе и литературе имеет, как мне представляется, амбивалентный характер. Литература нужна не только тому, кто ее читает, но прежде всего тому, кто ее создает. Вопрос целеполагания, прилагаемый к произведениям искусства, представляется сугубо утилитарным и некорректным, по крайней мере, в отношении автора. Как мне кажется, у искусства нет цели, но есть причина. Остановлюсь на концепции одного из малоцитируемых теоретиков литературы – Жены Ионеско. Его эссе «Автор и его задачи» начинаются с вопроса «Зачем вы пишете?», который предполагаемый читатель задает автору. Ответов автор дает много. Ответы разные, иногда противоречащие друг другу, но из особенно значимых выделю два. Цитирую. Первое. «Писать меня заставляют самые противоречивые, либо взаимно дополняющие друг друга побуждения, противоречащие друг другу уровни сознания, а также недостаток мудрости, чтобы установить взаимосвязь моих действий с глубокой внутренней неуверенностью». А далее продолжает. «Мои вопросы, – пишет он, – оставшись наедине, задают себе все люди, а писатель в этом смятении пишет». Второе. «Заставляет писать, как пишет Аннастаска, поиск того мира, который спрятан глубоко внутри, а доказательством реальности его существования является ностальгией по-иному, и ею писатель хочет поделиться с другими». И добавляет. «Еще он хочет поделиться своим удивлением перед этим миром». Кстати, сказать об удивлении, как о слове познания писал в свое время Аристотель. К этим двум осознаваемым Ионеско причинам прибавляется третье, неосознаваемое и им неназванное. Цитирую, он пишет. «Что-то заставляет меня писать, задавать себе вопросы, смотреть и рассуждать о том, что я вижу. Эта сила является мощной движущей причиной творчества. Более того, она, эта сила, как мне представляется, такое же условие жизни творческого человека, как и дыхание. Таким образом, потребность человека осмыслить жизнь и в формах самой жизни, какой она является сознанию, и в созидающих фантазийных формах самого сознания ведет автора по просторам созидания. И правит человеком, повторяю, не цель, а энергия любви и тайной свободы, его глубинная, сокровенная, таинственная страсть, которая и есть это неведомое что-то. В Нобелевской лекции Бродский говорил, если искусство чему-то учит, а художника в первую голову, то именно частности человеческого существования. Оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности, превращая его из общественного животного в личность. Искусство вообще и литература в частности, тем и замечательно, тем и отличается от жизни, что всегда бежит повторение. Цитата закончена. К сказанному Бродским и как поэтам, и как эссеистам, и как философам нечего добавить. Можно лишь продолжить его мысль о вечном диалоге, которому искусство и литература в особенности призывает каждого, кому оно не безразлично, и кто этим диалогом структурирует свое время. И в этом заключается еще одна потребность человека, писателя и читателя в литературе – потребность к структурированию времени, определяющим смысл бытия. Можно гордиться не только написанной книгой, можно гордиться также и книгой прочитанной. Следующая позиция – читатель. Сложившаяся к концу XX века науки о литературе, а это не только традиционная литература ведения, но и лингвистика текста, приоритет был отдан изучению структуры художественного текста, которая достигла немалых успехов. Для современной филологии с ее антропоцентрической направленностью, то есть с акцентом на личности, в том числе и языковой, взятой в статусе, и говорящего, и слушающего, очевидна теоретическая исчерпанность проблем, связанных с изучением художественного произведения, лишь в аспекте структурной и идейно-смысловой организации текста. Структурный метод не перестал быть эффектным способом изучения художественного произведения, поскольку именно он позволяет в линейной последовательности материальных означающих обнаружить разновекторные смысловые переклички и выявить тот порядок смыслов, который определяет содержание текста. Но в науке о литературе вектор исследовательского интереса смещается в сторону изучения восприятия художественного текста читателям, что вписывается в относительно новую парадигму рецептивной эстетики и уже рецептивной лингвистики и рецептивного литературы ведения. Теперь о специфике с текста. Несколько слов я просто обновлю знания слушающих. Итак, специфика текста. Подход к художественному тексту с читательской позиции базируется на такой специфике текста, любого, не только художественного, как его одновременная герметичность и открытость. Как это понимать? Что вот это вот свойство текста обусловлено спецификой самого слова, как двустороннего языкового знака. Проблема одна. Сосюровское понимание, напомню, двустороннего знака. Два образа в нашем языке коде – это соединение означаемого, образа означаемого, то есть, как он пишет, понятие, и артикуляционно-акустического образа, то есть, означающего. Для Сосюра абсолютное единство означающего и означаемого было аксиомой, и он эту аксиому свою демонстрировал метафорой лист бумаги, знак лист бумаги. Карцевский, я думаю, очень удачно отредактировал вот такое понимание знака, введя понятие асимметрии знака. Он это понятие, то есть асимметрию знака Карцевский не ввел, она была в языке, она присуща любому языку, это языковая универсалия, он просто ее, что называется, научно формализовал. Так вот, какие категории асимметрии языкового знака связаны с говорящим, и какая категория связана с сослушающим? Ясно, что с говорящим связана с синонимия языкового знака, а с сослушающим – полисемия. Марина Юрьевна в своем докладе об интеллекте очень хорошо показала, и я об этом говорю студентам, чего никогда не сможет преодолеть машина, какую бы программу в нее ни закладывали, это те векторы смысловые, которые заложены в самом языковом знаке. Проблема открытости текста состоит в том, что текст действительно состоит из материальных означающих, означаемого там нет, потому что идеальный статус означаемого сохраняется и в речи. Означаемое ассоциативно связано с означающим. Но когда означаемых смыслов больше одного, ясное дело, как писал Мандельштам, смыслы торчат из слова во все стороны, потому что слово – это пучок смыслов. И далеко не всегда контексты могут эти торчащие смыслы причесать. Приведу два маленьких примера из собственных наблюдений, их у меня очень много, из диалоговой речи. «Я сегодня кровь сдала» – реплика первая, «А я плащ» – реплика вторая. Диалог с ребенком. «Федька, не лезь на кровать, сыплюшься». Ответ – «Я не сыплюсь, я не сахар». В свете изложенной специфики слова и текста, общей материи для автора текста и для его читателя является только длящаяся линейная последовательность означающих, то есть материя текста, в которую автор вкладывает свой смысл, а читатель извлекает свой. Смысловая открытость текста и обусловливает его валентность на интерпретацию читателям, которая покоится на понимании текста. Таким образом, возникает триада автор-текст-читатель, сводимая к филологической коррекции смысл-один, текст смысл-два. Или в концепции польского философа-филолога Романа Эйсгардена произведение, текст, эстетический предмет. Это, кстати, разграничение произведения и текста как базовых терминов, присущие нашему замечательному филологу Лукину. Следующая позиция – метатекст. Французский философ, представитель структурализма Роман Ролан Барт предложил оппозицию текст-письмо и текст-чтение, релевантную для комплексного изучения художественного текста. Однако длительное внимание к тексту письмо, как я уже говорила, оставило без достаточного внимания текст-чтение. Но, как писал Барт, художественный текст не состоится, если он не спровоцировал метатекст как ответное читательское понимание. Ну и вспомним Гоголевское. Вышла книжечка «Сия». Проблема понимания, обращаю внимание, как она была сформулирована в русском авангарде. Это проблема непонятности текста, о понятости текста. Приведу цитату Велимира Хлебникова. Он писал, «Говорят, что стихи должны быть понятны, как вывеска, которая понятна, но стихами не является. В словах поэта и теоретика присутствует полемика с концепцией творчества его современников, исследующих в науке и ворологии творческий процесс в его разных аспектах, включая и читателя. Не вдаваясь в подробность этой полемики, выделю главное. В приоритете оказывается непонятность текста художника-читателем, а его понятость. И именно понятость, как базовый параметр текста чтения, определяет возможность интерпретации, то есть метатекста. В качестве ремарки о роли понимания, вот я приводила уже слова Достоевского, поэтому их опускаю. Попытка современной науки о литературе найти объективную интерпретацию художественного текста привела к экспериментальному изучению читательского восприятия с применением вероятностного подхода к полученным результатам. Количественный подход в обобщении метатекстов позволяет установить его перцептивные и рецептивные параметры. И хотя рецептивная эстетика, возникшая как особое направление герминевтики, включает в свою сферу все виды искусства, эмпирическое исследование восприятия художественной литературы как особая ветвь науки о литературе, ставит ряд междисциплинарных вопросов психо-социолингвистического характера. И теперь я перехожу уже к методам реконструированного текста, художественного текста, и к возможностям разных интерпретаций. Лингвистические методы реконструкции смысла текста, в частности то, что я предлагаю, чем пользуюсь, что текстовые парадигмы могут быть использованы при изучении читательского восприятия. И эти методы дополняют те, что разработаны в недрах рецептивного литературоведения. Отмечу, статистика цена тем, что дает верифицируемые результаты исследований, но эти результаты усредненные. Тогда как сравнение реальных метатекстов одного художественного текста наглядно демонстрирует и полярную противоположность интерпретаций. Вернусь к Анескар. Он настаивает на строгом разграничении двух видов анализа и интерпретации художественного текста, как он пишет критики. Он как потепнял употребляет термин «критика», то есть анализ, дающих два типа метатекста. Первое – это критика, понимаемая, обращая внимание, как точный анализ произведения в его внутреннем развитии. И второе – это критика, посвященная определению места произведения среди уже существующих, что является, по его мнению, предметом сравнительного литературоведения. Объективной критикой, истинной и распознающей является лишь такой анализ художественного текста, который, цитирую, не покидает пространство текста произведения и показывает, чем оно является, вплоть до его малейших сочленений, мельчайших деталей, вспомним переклички, текстовые переклички Барта. Только такая критика создает, как пишет Ионеско, рентгенограмму произведения, его удостоверение личности. Что касается философии, психологии, всего того, чем профессионально занимается критик, искусствоведение, истории подобные, они должны дополнять, по мнению Ионеско, объективную критику. В составе концепции метатекста критики Ионеско предлагает анализ двух прочтений повести Чехова «Скучная история». Это интерпретация лингвиста, то есть моя. И вторая – это интерпретация философа, оставляя в стороне, широко известную интерпретацию Владимира Борисовича Катаева. Итак, моя объективная критика. Значит, «Скучная история». Очень коротко. Я напоминаю, здесь пересказ на экране «Скучная история». На чем базируется моя объективная критика? Она не выходит за пределы текста. То есть объективная критика моделирует читательское восприятие, а не литературу веда, восприятие литературы веда специалиста. Итак, подробно можно познакомиться. Статья выпущена. Я только остановлюсь на том, что есть сквозные оппозиции. Имя, лицо, прошлое, настоящее. Дальше очень важна для реконструкции смысла содержания этой пьесы, этой повести. Очень важна оппозиция повторяемости действий и предсказуемости. И вот на основании, собственно, текстового анализа лингвист делает следующий вывод. Чехова интересовала глубинная причина меланхолии героя, которая лежит на поверхности текста. Истинная причина распада неординарной личности, опустошения я. Анатомия механизма русского интеллигента такова. Все привычно, нет удивления. Скука, как сигнал отсутствия интереса. Отсутствие интереса – сигнал отсутствия любви. Отсутствие любви или заботы о других – причина одиночества. Отсутствие связи с другими – одиночество – причина ощущения расколотости мира и его бессмысленности, рождающая восприятие всего сущего как бессмысленного. И ощущение бессмысленности существа. Называется интерпретация так. «Русский фауст как символ кризиса культуры» под заголовок о символическом содержании повести Чехова «Скучная история». Ну, не создавая интригу, скажу сразу, каков вывод философа из его анализа текста «Скучная история». История русского фауста стала скучной историей несостоявшейся любви. Значит, если… И вот этот вывод он делает на основании, как кажется ему, прочтения текста, но философ мыслит в той философской парадигме, которая ему близка. И очень коротко. Значит, почему фауст русский в кавычках у него? Потому что это реплика на статью и Владимира Борисовича Катаева, и других, где проводится вот эта идея, что Николай Степанович – это русский фауст. Я не буду останавливаться на концепции Катаева, я уже говорила, и других литературоведов, потому что они предлагают, на мой взгляд, такую же привнесенную критику, какую предлагает и философ. Понимание текста философам основано на его базе данных. На его базе данных, повторяю, представляющих его философскую парадигму. И он соединяет доктора… Значит, он соединяет Фауста, Гёте, он относит к книге Иова, тогда как… Ну, то есть уходит далеко в Ветхий Завет, очень глубоко, тогда как Чехова он соединяет с екклезиастом. Значит, я, опять же, опускаю аргументацию. Философ аргументацию своего понимания Чехова, я уже сказала, основывает на своем понимании древних трактатов. И книги Иова, и экклезиаста. То есть это на интерпретацию наслаивается интерпретация. Но он пишет следующее. Из «Экклезиаста» цитирует. «Для всего есть свое время. Есть время любить, есть время ненавидеть. Николай Степанович пропустил свое время любить. История русского Фауста стала скучной историей несостоявшейся любви, о чем я уже сказала. И вердикт философа, вступившего в полемику с отечественным литературоведением, такой. Катя – это Гретхен, но Николай Сергеевич не Фауст. Он – земский врач. Итак, итог, мой итог всему, о чем я сказала. Художественный текст, открыт интерпретация. Это всем понятно. И, кстати, сказать вот то, что Михаил Михайлович сказал. Интерпретация – цена тем, что она позволяет увидеть какие-то новые смыслы читателя уже критической статьи. Ясное дело – разбора текста. Потому что, конечно, на кого ориентирована критика, как не на читателя. Но некоторые метатексты по совокупному объему во много раз превосходят оригинал. Это известно. Различие в восприятии художественного текста определяется как спецификой культуры на определенном этапе ее развития. Это то, чем занимается рецептивная эстетика. Так и особенностями личности субъекта восприятия, то есть читателя. Беспрестанно меняющиеся точки зрения на текст, множащие его метатексты, оставляют сам текст, как пишет Ионеско, цитирую замечательные его слова, неуязвимым, цельным и первозданно чистым. И именно в этом смысле предлагает он говорить о своеобразии вечности произведения искусства. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Людмила Олеговна. А вот в целом, насколько вы считаете художественный текст легитимным предметом обсуждения философа? Ну, знаете как, она же у нас философия, она, как бы сказать, наука над... То есть такая дисциплина, которая, так сказать, заняла позицию над всеми. Но я вообще-то думаю, что над всеми должна быть, над всеми дисциплинами должна быть филология. Потому что, как написал Третьяковский, все науки токма через элоквенцию изъясняются. Вот эта элоквенция, то есть вы не можете передать свое знание вне языкового кода. А уже другой вопрос. Понимаете как, философия... Вот я, например, как сказать, к философам отношусь. Я считаю, что философия – это вообще и не наука, и не дисциплина. Я мыслю в Витгенштейновском плане. Он определил как философию. Философия занимается... Вот там тот, кто занимается поиском сути любого предмета интенционального, тот уже стоит на стезе философии. То есть поиск... Ведь вернемся к Аристотелю. С чего начинается наука? Любая наука начинается с определения что и насти. Интенционального объекта. Что это такое? Что есть литература? Что есть квант? Что есть молекула? И ясное дело, что вы... Вот всякая наука, она ищет вот эту вот истину, ну, по крайней мере, путь к ней. А философия, она просто обобщает все эти поиски, в которых пребывает культура на данном этапе ее развития. Поэтому мое отношение к философскому знанию, ну, да, хорошо, они обобщают замечательно. Но понимаете как? Опять же, смотрите, но ведь нигде же Чехов не сослался, ни на экклезиаст, он не ссылался, нигде он не ссылался на Фауста. Ну, допустим, ну почему текст скучной истории живет в веках? Может, он про меня написан? Может, он еще про кого написан? Ну, почему читатель читает? Ну, не потому что он там увидел, ну, естественно, там диалог с Фаустом Чехова, хотя, конечно, это искушенному уму может так, тем более, что много там и потеря Кати, ребенка, ну и так дальше. Но, может быть, я это вообще воспринимаю, если даже связать с Фаустом, то я это воспринимаю как такую оправдательную реплику Николаю Степановичу. А что хорошего дала любовь Фауста Гретхен? Ну, вспомнить те ужасы, которые она пережила. Так что, может быть, он вот такое вот, такое реплицирование. Вот, Марина Юрьевна, я про философию сказала. Спасибо большое. Филология, лингвистика над всем, филология, филология лучше, наука понимания, служба понимания. Вы хотите понять объекты? Блистательно. Как всегда, блистательно доктор филологических наук Людмила Олеговна Черненька. Как всегда. Спасибо. Можно мне сказать два слова. Мне кажется, что вот это такой очень научный был доклад, и вы очень много всяких ссылок делали и так далее. Вот это был научный доклад. Но мне кажется, что вот почему литература так важна, и почему она оказывает такое огромное влияние на вообще людей, и на историю, на жизнь. Потому что любой читатель, будучи он филологом, историком, математиком или кем угодно, может читать эти произведения и делать какие-то свои выводы. Конечно. Поэтому, конечно, как раз было очень интересно слушать ваше мнение, мнение философа, мнение таких специалистов. Но вот все-таки смысл литературы в ее доступности, мне кажется, в ее очень широкой доступности. Вот в этом смысл его огромного влияния. А вы как понимаете доступность? Вот я сказала понятость и понятность. Вы как понимаете доступность? Это неважно. Кто-то понял одно, кто-то понял другое. Вот был такой копцик, кристаллограф и автор книги «Симметрия в науке и искусстве». Знаток вообще этих вопросов. И он часто упоминал ромашку Лотмана, в которой есть пересечение тех смыслов, которые закладывал художник, писатель и читатель. То есть вот это вот пересечение всегда существует. И именно это пересечение и есть причина того огромного влияния, которое литература оказывает, мне кажется. Ну потому что я вам свой текст дам читать, вам это будет неинтересно. Вы мне отдадите какой-то свой филологический текст, я его не пойму. А вот художественное произведение может читать и тот, и другой, и другие люди. И каждый находит что-то свое. Правильно, потому что художественное произведение о жизни, а в ухо все не о науке. Вот наука все-таки это очень специальная отрасль, такая область знаний. Конечно, конечно. Ну, в общем, спасибо большое, очень интересный доклад. Спасибо. Будьте добры, назовите, пожалуйста, фамилию автора книги, которую вы назвали. Я не успела записать. Вы знаете, наверное, он писал об этом. Копцик, Копцик. Есть Копцик и Шубников «Симметрия в науке и искусстве». Это вообще классическая книга, но она была написана уже довольно давно, наверное, в 70-е годы. Много переводов имела. Я записала, спасибо.